Презентация новой книги Елены Геннатовой, можно сказать, воздушный колокол, можно сказать, избранная книга, в которую вошли стихи, написанные и в Ленинграде, и в Иерусалиме, я вот сейчас ей помахаю. Вам осталось всего две штуки, если кто успеет, то купит. Вот такая красивая книга, она у Володи спрятана. Нет? К сожалению, Лены на сегодняшнем вечере не может присутствовать. Поэтому ее стихи почитают друзья Дина Рубина, Ася Векслер, Семен Гринберг, ну и Володя Розионов, конечно. Садитесь, пожалуйста, и мы начнем. Я тоже прочту два стихотворения, но перед этим хотел сказать, что мне очень люблю стихи Лены. Мне кажется, она одна из лучших израильских поэтов, одна из лучших русских поэтов, ну и вообще одна из лучших поэтов, которые я знаю, которых мне посчастливилось узнать в моей уже не короткой жизни. Когда Лена пишет о России, она, конечно, пишет о России, это не то, что называется, а общечеловеческое. И все равно, все равно я читаю ее стихи, как если бы они были написаны, я без раэля. Лена, 30-й год, живет в нашей стране. Ничего не проси у страны, ни любви, ни суда, первородство души, не заменишь ее чеченицей. Сколько можно несу непосильное бремя труда, соглядатая, очевидца. Робкий шепот окраин, столиц, заговорщеский шум, чуть колеблют и дразнят листы летописного свода. Но как тайный судья, соучастник судьбы, ту году вывожу на полях неизвестное слово «свобода». Не возьму ни гроша и ни капли вина не пролью в причащение судьбы, ко стыду нерастраченной силы, к нерожденной душе, к одиночеству в отчем краю, к этой грязной бумаге, где жизнь и зашла на чернию. Еще одно ситовое любви. Вы мне ворожите, родные города, там созревает жизнь, как семечки тверда. Ты, вязьма сладкая, ты, брошенный Саратов, Где солнечные дни и пыльные закаты, где я не поселюсь, наверное, никогда. В который раз мне видится, как дед, надев очки, листает книгу рода. Он умер до войны. Он ищет след моей судьбы, но нет меня, но нет. Я пустотой страницы много лет, бреду, как по пустыне, дни исхода. И теперь я попрошу прочесть стихи Владимира Родионова, человека с самого близкого Лени. Они недавно, если я не ошибаюсь, они отметили 50-летие, 50-летие золотой свадьбы. Пусть она, видимо, была все-таки золотая с самого начала. Пожалуйста, Владимир. Спасибо. Спасибо. Книга называется «Воздушный кубок». Кажется, понятно, что воздушный колокол, ну, наверное, сводим лес, но на самом деле все гораздо интереснее. По сути дела, воздушный колокол, который упоминается в этом сборнике несколько раз, как колокол воздушный, хранивший меня, в первом стихе Елена говорит об этом, как колокол, который шире горизонта, глубже нашей воли, и так, как колокол, хранивший меня, Лену. Однако это второе рождение названия этой книги. 15 лет тому назад группа американских словистов и лингвистов решила опубликовать большую книгу стихов Лены в Соединенных Штатах с параллельными текстами. За переводы взялась профессор Сиделан Форестер, которая очень много сделала, книга получилась действительно большая, а вот название было предложено «Воздушный колокол». И тут возникла большая-большая заминка, недоразумение. Просто «Воздушный колокол» никак нельзя было вот так вот перевести на английский. Это было бы совсем неадекватно. И вот Сиделан нашла решение. Нашла решение такое, что даже сама поделилась. Она предложила назвать книгу «The Diamond Bell», то есть «Колокол для подводных работ». Казалось бы, ну, совсем в сторону. Да ничего подобного. И Сиделан объясняла Лене и мне о том, что поэт работает в глубинах, в глубинах бытия. Ему нужна защита в этой сверхплотной, безвоздушной среде. И, наверное, как она поняла стихи Лены, Лене и приходилось работать в такой среде, жить, писать. Вот появился «The Diamond Bell». А теперь истинное название «Воздушный колокол». Этот «Воздушный колокол» — это некоторая действительно защита. Это какое-то питание духа, духовное, которое в эти плотные атмосферы проникает. И одно из главных источников Лене и поэзии — это ее удивительное, феноменальное чувство живой истории. Об этом говорили и были поражены этому даже тогда, когда юная студентка впервые вступила на филологический факультет Ленинградского университета. Да, профессор Холшебников, профессор Мещевский, они просто были удивлены зрелостью суждений и знаний Елены Игнатовой. Первый стих, который я прочту, как раз и относится к этой сфере духа истории. Хотя я думаю историк. Век можно провести, читая Геродота, то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то, но выцветает кровь в истории твоей оливый шум, христианский запах пота. Мельчает греков грубая семья, спешит ладья военная в Египет. Мы горечи чужой не можем выпить. Нам только имена, как стерни от жневья, а посох в те края на камнем выбит. И где она, земля лидийских гордецов, золотоносных рек и золотых полотен, где мир в зародыше, где он еще так плотен, где в небе ходит кровь, сожженных городов, где человек жесток, и наг и беззаботен. Мы не будем тратить время. Впереди еще такой честный, замечательный, друзей. Дальше еще-таки немного об истории. Лена эту историю чувствовала и в современности. Ну вот посмотрите как. Москва. Как хитрый грек, сквозь Рим жестоковыйный, хитрый грек, бредет, скрывая в бороде усмешку, и наблюдает городскую спешку из-под кофейных век. Как тайный грех, любовь свою к Москве, как тайный грех я объявляю ныне. Господь, Ты сотворил в людской пустыне гончарный цех. Кое-как, признаться, лепят малых сих, но сколько их. Все сто холмов, уподоблю все сто ее холмов золотым восхолем конского навоза. Но с чем сравнить татарские заносы ее чинов? Зима черна, кремлевская стена начинена покойниками, спит копчушка в склепе, разносит двери магазинов слепо в Москве страна. Здесь млад и стар, приказчик и добычек, млад и стар, кипит базар. Печется новый мир, столичные лепки, здесь просильный и контра тоже крепкий. О, где пожар! Скрываю смех, чеканки петербургской жесткий смех, грущу о тех цветах прекрасных, что растут в болоте и обдувают кровью на отлете гончарный цех. Ну вот это Москва. Но ведь Россия огромная, есть провинция, а что же провинция, и что там видит поэт. Из ночной столицы кукушка, до клопа жестяное брюшко, захолустье, халуй в дверях из полкова, дрожащий перест. Ключевая ненависть пелись перебраживается в страх. И все это радости отросток сна во льду под валерьяной сердце зарастает. Но кто произнесет анафему труду и наши судьбы отквитает? И кто крови запястья утопив, нас вычленит из человечьей хляби? Какая помесь Соловьев-Алябьев анафему положит на мотив? Смотрят ясно и важно дети. Диктатуры грузила, сети миновали, еще малы. Сушь без хруста изломы тени и кипят под окном сирени, как котлы осадной смолы. Ну, поэт Елена Игнатова, будучи так сильно погружена вообще в токи и мировой русской истории, не могла миновать дело пророчества. И представьте, в 1972 году она пишет вот какие стихи о России. окостенелый свет расправлен в декабре, леса голены и стали без дыхания, и в длинной полынье на утренней заре волос безжизненно колыхами. Угольного зрачка движения неживы и тени на лице на смертные похожи, блестящий низкий лоб из кум монгольских швы меж черной водой и ледяной кожей. Восходит нежный пар, дыхание волокно, колеблит волосы подводное движение, лежит российская горгона, ей темно, и тонкой сетью льда лицо оплетено, и ужасом на нем застыло выражение. Ну, не боялась она взгляда этой горгоны, никогда не боялась эта российская жена. И даже могла вот так выходить на разговор со смертью. Я так оцениваю этот стих. Один из самых странных стихов в творчестве Елены. Слепой пастух и каменные овцы дымят овраги, вырытые солнцем, про матери земли по ним стекало млеко. Вот наших судеб край, овраги до колодца, ночи овечьей стойкое болото, солончаки и до степь и до скончания века. Наверно, души те, что выгнаны из плоти, здесь коротают век в забвении и дремоте, до новой бренности, до будущей тюрьмы, заквасят молоко для старика слепого, овечью шерсть прядуть и забывают слово постылые речи плен, в котором вечно мы. Земля, не отнимай моих любимых, вода, не отбирай моих любимых, пойдет моя душа растерянной боса туда, где есть подруги с пеленок сыр травою, старик качает мертвой головою, солончаки в степи, как пыльные колеса. Ну, поток времени уносит все, конечно, уносит и ту родину, которую Лена так любила и любит. Ну, вот ведь даже, кажется, унесенная уже давно, она умеет удержать в своих стихах, как и настоящему поэту дано. Послушайте. На болотистой почве в обвешалых домах сельсовет или почта, баня или сельмак, выше теплая туча пожелтела с краев. Я не знаю, что лучше. Это детство мое. Там пространство раскрыто, как пустая ладонь, небо к ночи налито золотой водой, кротко потными лбами, словно дети к окну, избы клетий и бани припадают к нему, их землею заносит, прибирает во тьму, и никто не прокосит путь к крыльцу ему. лбами, и лбами, и лбами, лбами, лбами. Вот этот мир, мир природы, мир деревни, это не совсем русский мир, какой-нибудь, это реальное ее детство, реальная жизнь, которую она любила, ту жизнь, которую она принесла и сюда, как вы потом увидите. Ну вот в такой вот, в этом мире, конечно, хозяин в доме, Бог на небесах, как полагает Лена, и хлебный ангел всей деревни снится. Вот этот волшебный мир, ангельский мир, она нам дарит, послушайте, хлебный ангел, ангел снежный, ангел занятый козьбой, все три ангела, три ангела кружатся над тобой, опускаются, хлопочут, целый день смуют вокруг, только крылья разноцветные раскрыты на ветру. Хлебный ангел месяц теста, затевает пироги, целый день слышны у печки его легкие шаги, хохолок мелькнет пшеничный, локоть выпачком в золе, ставит квас, качает пшеничный, чтобы мальчик не болел. Ангел жатвы и покоса проживает на дворе, у него лицо и плечи облупились на жаре, косит сено, возит проса, из рожка поит целять, его очи голубые ночью в небесах горят. Белый ангел, ангел снежный, холоднее родника, твой высокий трубный голос так понятен старикам, что за речи на рассвете ты усталым говоришь, чистым снегом засыпаешь, чистой памятью горишь. Вслед за травами и хлебом наступает время сна, свет и холод, даль и небо расщепленное до дна, слабый шелест, сладкий голос, ангел леденее льда, в ручевании легкой боли всех потерь, всего труда. Любовь. В этой книге довольно много лирических, глубоких стихов Елены Игнатовой. Она очень скупо публиковала их. И вот только в этой книге и в предыдущих подборках Воробьиной ночи в Иерусалимской журнале и в Знамени наконец появилась эта полномощная волна. Один из стихов я вам сейчас прочту. В кислородном морозе пьянящей любви вижу губы широкие очи твои и душа просыпается в боли и не хочется ей возвращаться на круг в наваждение слов и смыкание рук в кочевое сиротство неголи. Но она задыхаясь от нежности пьет этот яд ледяной этот жалящий мед расставание мертвую воду и на окрик встают и покорно идет и не помнит уже про свободу. Что за боль только в юности можно стерпеть это жжение в крови растворенную медь но вдыхая осеннее пламя я не знала что не заговорены мы от подземного жара правильческой тьмы и от нового неба над нами. Теперь о новом небе. Мы знаем что судьба Ирины Игнатовой оказаться на святой земле. Она приросла она чувствует пишет об этом и для нее это менее важно чем глубины ее детства. Впрочем детство приходит и сюда но сначала о новом небе. Об этом приходит конечно он драматичен. Все отнимается все чем душа жила друзья и города уже почти не снятся и как вернуться мне и чем мне оправдаться чужую жизнь прожив перегорев до тла несчастную рукой к их стенам прикасаться. Мы подымались в ночь из глубины тяжелый свет сходил по вертикали к высотам города где нас почти не ждали и были голоса едва слышны упомнят ли о нас или как мы устали и я входила в дом в печальное тепло и в долгую любовь где все непоправимо но мой Господь достиг Ярусалима я видела как горизонтом шло гремело облако серебряного дыма ну и вот все сплавляется вся жизнь сплавляется этот плотный сияющий полный меда горести мир схрипнуть припасть к офицерской шинели особый колониальный восторг запад есть запад а это восток видишь куда мы с тобой заветели здесь застоялся воздух знакомы пятидесятых повернутых вспять заповедник детства опять опять апельсином и золотом пахнут погоны на кителях молодых отцов как много нас застало как тесно сон младенчества клан родовой сомкнут как крона над головой вечного дерева запах его телесный не просыпаться в губах матерей вкус серебра и мяты как бессмертны и как богаты мы были любовью их нас уносили в сон в темноту очнешься кругом пустыни в цвету тихое пение за стеной о ямщике что кланится снег о роднике где горячий свет над ледяной водой живой cem одооооооооооооооо